Донецких фактически устранили от финансовых потоков. И вот это интересно. То есть они не справились, по мнению Москвы. Захарченко уликвидируют. И у них собирают, фактически берут Москва напрямую, берут в свое управление всю экономику региона. Ну может быть, чтобы не воровали. Ташкент, Захарченко, наверное, много все-таки себе забирали. А сейчас, скажем, донбасская авантюра все-таки все больше и больше стоит для Москвы. Поэтому они напрямую берут бразды правления. А Кушилин, скажем так, это табличие политическое, которое будет делать какие-то политические заявления. Ну какая-то доля власти у него 100% будет, иначе зачем ему все это. Но тем не менее от денег их отодвигают. Ну про ЛНР я не говорю, потому что там денег, честно говоря, особое нет. И там их давно отодвинули. Потому что пасечник это все-таки креатура ФСБ. И здесь как бы ситуация уже давно решенная. Поэтому вот это да, интересно. Фактически это говорит о том, что Москва, поняв, что ну как минимум год до выборов, наверное, она не сможет добиться от Украины каких-то кардинальных решений. Она берет ситуацию под свое управление. Кстати, военную тоже, потому что Министерство обороны и ДНР тоже ликвидировали сразу после смерти Захарченко. Очень интересно. Да. Но оно, правда, ни на что не влияло, в принципе, кроме того, но сам факт, да, это очень интересно. Знаково, да. То есть Москва все взяла в свои руки. А можно еще уточнить? То есть получается, что вот эти военные формирования теперь называются народная милиция? Да. Понятно. Да. Ну, по сути, это армейский корпус 1, ДНР и 2, которые подчиняются России. И они называются народной милицией? Ну, да, де-факто, как бы юридически сейчас, так сказать, на эти народные советы их назвали народной милицией. Очень интересно. Таким образом, это соответствует Минским соглашениям, в которых прописано, что будет своя милиция, там, как бы, своя прокуратура, свои суды и особые отношения с Россией. Вот. Москва взяла ситуацию управления в свои руки. И, скажем так, я думаю, что она попытается законсервировать все-таки. То есть упор делается сейчас на то, что война закончилась, ведется мирное строительство. Скажем так, Москва немытем нукатанем называет. Знаете, вот это логика, стратегия, как этот, господи, Чесноков говорил в интервью Ташу. Хоть 50 лет, но мы все равно продавим Минские соглашения, все равно будет Донбасс получить автономию или федерализацию. Вот. Я думаю, что как раз вот эта стратегия сейчас и реализуется. То есть они взяли игру в далекую, скажем так, создают образ гражданского строящегося государства. Это уже не дурачок, в камуфляже будет Киев, братья и Лондон, а сидеть пушилинг, скажем так, в костюме. Это совсем другой уже антураж. Вот. И они будут пытаться, скажем, делать институциализацию вот этих организаций. Причем интегрировать их, мягко интегрировать с Россией все-таки. Для того, чтобы когда это все вернется Украине, все-таки связи с Россией были очень прочные. Ну, собственно, что и записано, к сожалению, в Минских соглашениях. Спасибо.